Ни дорог, ни воды, ни электроэнергии. Голости без единого намека на цивилизацию. Так выглядела территория в 20 гектаров Махалиты-Пакул-Нурабадского района еще в прошлом году, говорит предприниматель Зайнидина Хруров. Получив землю на электронном аукционе Ейджиро, пришлось приложить немало усилий, чтобы подготовить место для строительства двух заводов по производству шифера и цемента. Были проведены все необходимые коммуникации протяженностью около 6,5 километров, построены дороги. По словам предпринимателя, сегодня при поддержке президента страны предоставляются широкие возможности бизнесмена. Главное – работать и стремиться вперед. Впервые нами в 2005 году был открыт завод по производству шифера. Из-за большого спроса на нашу продукцию мы запускаем еще одно производство в Нурабадском районе. Таким образом сможем обеспечить работой незанятую молодежь и молодых людей, состоящих в железной тетради, о чем регулярно говорит глава нашего государства. Сегодня наш президент прилагает все усилия и создает все условия для того, чтобы мы, бизнесмены, могли беспрепятственно работать. Здесь никогда не ступала нога человека, не было ни капли воды. И благодаря главе государства, который все время говорит «дайте земли предпринимателям», происходят такие изменения. В проект завода по производству шифера было внедрено 2 миллиона долларов США. Для эффективной работы предприятия и во избежание проблем с перебоем электроэнергии была установлена новая подстанция мощностью 32 тысячи киловатт, на что было израсходовано 20 миллиардов сумм. В данное время здесь идут строительные и пусконаладочные работы по установке специальной линии. Оборудование закуплено из Белоруссии и Китая. Данная технология завезена из Китая. Сейчас идут работы по модернизации. Мощность оборудования – 5 тысяч листов шиферов в сутки. Стоимость проекта по цементному заводу довольно внушительная. Кредит в размере более 31 миллиона долларов США и собственные средства – 20 миллиардов сумм. Его мощность рассчитана на 1 миллион тонн в год. В настоящее время устанавливаются сваи на глубине около 50 метров. Примечательно, что при производстве стопроцентно будет применяться местное сырье. Высота нашего фундамента будет 45 метров. Объем составляет 15 тысяч тонн специального сырья, именуемого мукой. Вот эти конструкции, которые вы видите, будут в высоте 120 метров. Это необходимо, чтобы достичь температуры 800-850 градусов до печи. Далее в самой печи с более высокой температурой получаем клинкерную продукцию. Ее отправляем в холодильник, а потом уже в бункеры. Протяженность, начало производственной площадки – 840 метров. Надеемся полностью запустить свое производство в 2024 году. Большое значение придается качественному питанию и месту отдыха сотрудников заводов. Здесь же на территории строится общежитие. На поле в 15 гектаров были высажены виноградные кусты. И в качестве эксперимента ряды между ними засажены капустой, помидорами, огурцами, фасолью, горохом и бахчевыми культурами. Земля, которая питалась лишь осадками, сегодня благодарна дает хороший урожай, при помощи которого готовятся вкусные обеды и ужины для работников. Мясо тоже не нужно покупать. 120 голов овец разводятся в построенном помещении для скота. Скоро будет и птичник. Вот эти арбузы были посажены 60 дней назад. Эта зона в 2020 году была пустынной. В июне 2021 года нам Хакимият Нурабадского района выделил для садоводства 30 гектаров земли. Как видите, это дополнительная сельхозпродукция. Здесь в основном виноградники. Но пока они вырастут, мы решили использовать ряды для своих нужд. Все культуры дали хороший урожай. С него мы пополняем стол 150 наших сотрудников. Если не мы, то кто изменит эти пустыни? Как говорит наш президент, на 1 гектар земли даются субсидии на 9 миллионов 200 тысяч сумм. В 2020 году за 30 гектаров организованных садов и вырытую артезианскую скважину 230 миллионов. На сегодняшний день введены изменения. Если создать 10 гектаров садов, то за каждый гектар выплачиваются 9 миллионов 200 тысяч субсидий. А за одну артезианскую скважину 230 миллионов сумм. У нас есть силы, знания, есть вот такой президент. Так почему мы не должны благоустраивать такие пустынные места? С внедрением проектов более 200 человек будут обеспечены постоянной работой. Сегодня по инициативе главы государства во всех областях Узбекистана активно развивается сфера сельского хозяйства. Последние 4 года создаются агрокластеры, осваиваются новые виды сельскохозяйственной деятельности, расширяются сады и виноградники. Все эти направления носят новаторский характер и требуют современных знаний. И не случайно на этом уровне идет тщательный обмен опытом и разработками зарубежными научными специалистами. В их числе активную позицию занимают российские ученые. Пользуясь созданным благоприятным климатом для инвестиций, российско-узбекистанское совместное предприятие общества с ограниченной ответственностью «Щелково-Аграхим-Узбекистан» приступило к реализации важного для сельского хозяйства инвестиционного проекта по строительству завода по производству химических средств защиты растений в Нурабадском районе. Здесь будут производиться современные средства защиты растений в инновационных формуляциях совершенно новыми сочетаниями действующих веществ, не имеющих аналогов ни в Узбекистане, ни в других близлежащих странах, говорит руководство предприятия. В первых началах был проект задуман на трех гектарах земли из расчета 60 рабочих новых мест. Но благодаря нашей встрече с уважаемым президентом нашим Шабхатом Ирмановичем, который состоялся в 19-м году, 1 января, очень мудрым советом и предложением и поставленным задачем нашего президента мы расширили свою территорию на 5,5 гектаров. На сегодняшний день мы ведем строительно-монтажную работу на этих 5,5 гектаров земли. На сегодняшний день нами освоено по проектным и строительно-монтажным работам около 6 миллионов долларов. Проект рассчитан на 15 миллионов долларов. Финансирование строительства полностью осуществляет российская сторона, акционерное общество «Щелково-Аграхим». В разработке проекта участвовали специалисты Тульской области, городов Ташкента и Наваи. Важнейшая роль отведена оснащению лабораторий, которые должны отвечать современным требованиям. Мы стоим сейчас в производственном цехе, это основной цех, где будут производиться все химические и промышленные новые технологии. Здесь будет задействовано очень много оборудования, в том числе российское оборудование, китайское оборудование, также будет из Бельгии, Швейцарии. То есть это будет огромная коллективная работа, в связи с чем будет происходить конечная цель – получить по инновационным технологиям разработанные химические средства защиты, которые очень востребованы как и внутренне рынка Узбекистана, так и будут экспортироваться в соседние государства, такие как Афганистан, Туркменистан, Пакистан, Турция и так далее. В пристраде в данный момент участвует 150 рабочих. Несмотря на то, что завод еще не введен в эксплуатацию, уже сейчас идет подбор местных кадров. Как говорит руководство, все они предварительно пройдут обучение в Российской Федерации и только после этого приступят к работе. Это очень немаловажный вопрос, потому что мы планируем на территории Махали-Сазаган, Мурабадского района, из числа молодых специалистов, готовить сначала у нас здесь, а потом на месяч или на двухмесячный период отправим в Москву специальным рейсом. Они будут работать до открытия завода в течение двух месяцев на главном офисе нашем, в городе Щелково, на нашем заводе в Москве. И на начало открытия завода уже наши молодые кадры придут и полностью будут работать в нашем проекте. У инициаторов проекта большие планы. Это развитие селекции, внедрение инновационных технологий, научный обмен. Ожидается, что производственные мощности предприятия позволят не только покрыть потребности Узбекистана в химических средствах защиты растений, но и организовать поставки в другие страны. Я уверен, что пройдут несколько лет, и сам завод заявит о себе только с положительной стороны. И хочу добавить, что тот импорт, который сегодня идет в Узбекистан, по части защиты растений, мы какую-то часть будем полностью отрабатывать у нас здесь. То есть импортозамещение будет в нашем производстве. Второе. Мы экспортный потенциал нашей республики в области защиты растений тоже на равном, на равном, на должном уровне поднимем. То есть щелковый агрокин сегодня, если поставлять продукцию в страны СНГ, в страны Центральной Азии, конечно, этот бренд будет идти под майдин Узбекистан. Как утверждает Анвар Мирзаев, инвестиции являются прочным фундаментом развития экономики. Благодаря им создаются новые предприятия, образуются дополнительные рабочие места. Соответственно, повышаются налоговые отчисления в госбюджет, что в конечном итоге способствует расширению возможностей для развития социальной сферы. Еще один производственный проект был внедрен в текущем году в Нурабадском районе. Вот уже второй месяц общество с ограниченной ответственностью ЮНОС Инженеринг успешно производит стиральные машины под брендом НОРФ. Для ведения завода в строй был получен кредит в размере 600 тысяч долларов и внедрены собственные средства – 180 тысяч долларов США. Запчасти и комплектующие детали для выпускаемой продукции производятся здесь же на предприятии. Матур закупается в Китае. Планируется производить около 36 тысяч единиц в год. В дальнейшем расширить производство и начать изготовление стиральных машин-автоматов. А пока задействовано 20 человек. Я пришла на работу после окончания школы два месяца назад. Жилу здесь неподалеку. Нас возят автобус, выделенный заводом. Работа несложная. Нас обучили специалисты всем секретом. Если хорошо работать, то в день мы можем собрать от 70 до 100 машинок. По полученным данным, объем промышленного производства в Нурабадском районе за первые полугодия текущего года составил 106 миллиардов сумм. Данный показатель вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев 2021 года реализовано 29 проектов на сумму 332,5 миллиардов сумм, в результате чего создано 354 новых рабочих места. В первом полугодии предыдущего года было запущено всего 9 проектов на почти 50 миллиардов сумм и организовано 101 новое рабочее место. Здесь можно видеть увеличение проектов на 322%, а рабочих мест на 350. Повышение наблюдается в сфере освоения прямых инвестиций. За текущий период их число выросло на 148% и составило 6,5 миллиардов долларов. К концу нынешнего года прогнозируется запуск еще 25 проектов на 1 триллион 373 миллиарда сумм и создание 320 новых рабочих мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова